всем доброе утро последний день марта 31 сидим еще пока уже 11 любезно нам скане юго-восток разрешила здесь переночевать чтобы не дергаться уже никуда сегодня в любом случае куда-то надо уезжать смотрят местный эвакуатор тучут автобусы туда-сюда эвакуирует сидим уже люк сдал все нормально сижу в машине жду отмашки куда ехать пока отмашки нет печально погодка спортивалась дождик пошел так делом пока заняты кино вино домино по сторонам глазеем телу сколько налила уиллы воды кругом скамеечка газовая стоит рядышком чем в режиме ожидания находимся а он опять вклад сканевский куда-то автобус поволок наверно сейчас будет бог загонять на ремонт она похожа и но сейчас там сзади меня он бокс откроет кузовной место основные боксы здесь то ремонт все а кузовной где нас делали он сзади сейчас по ходу будет туда загонять наверное заталкивать в ремонт ну да стоит ждет человек чтобы открыть ворота какой аппарат мощный на машина zr ну да ну да ну да ну да ну да Попадёшь, батя? С первой попытки. Красавчик. Медленно, потихонечку, аккуратненько. Но чётенько зашёл. Зуркала мокрые, не видно. Зашёл красиво, заходит. В общем, час дня. Поехали. Хватит уже стоять. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо. Казахстан слетел, значит, пока нас отговорила Фемина ехать на Казахстан. На следующем повороте направо. Вот он, кузовной цех. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Так сказать, за работу. Поедем на погрузку. Погрузка завтра. Сейчас на выезде здесь только. Пойду. Прицеп открою. Что пустой. И поедем туда, расскажу, что, куда, зачем. На следующем повороте поверните направо. Пока идёт ожидание вопроса решения с прицепом. Стоять не будешь. Далеко тоже не поедешь. На следующем повороте направо. Уже, в принципе, и меняться можно было бы. Но ещё, как бы, наверное, готовьтесь к правому повороту. Немножко рано. Поэтому мы вот взяли, хотели, говорю, крутануться сначала на Усть-Каменогорск. Потом на Кокчетав. По итогу поедем в Омск. Грузиться будем завтра. Грузиться будем завтра. На следующем повороте поверните направо. Да не направо. Направо это через Москву. У нас пропуска. На следующем повороте поверните направо. Короче, едем мы в город Одинцово. На Минку нам надо перебежать. Пропуска на МКАД у нас нет. Поэтому сейчас потихонечку выползем на 107-ю. Не спеша, не торопясь. Потолкаемся на Львовском переезде. Поедем. Переползём на М1. Завтра у нас там погрузка. Ну, на Омск. По дороге, может быть, не сейчас. Или сейчас. Сегодня-то я что-то не вижу. Смысл машину мыть с прицепом. Может, загрузимся. Короче, нужно будет, да, посетить шиномонтаж. Поставить нашу запаску на ведущую ось. Это повесить в колесо. Это наша запаска. Чтобы одинаковый протектор на ведущей был. И прицепное колесо. Это снять, которое уже почти в хлам. И поставить на его место запаску. На нём здесь откататься, пока не соберут. Не решится вопрос по прицепу. И там нам всё равно дают три новых колеса. С дисками по страховке. Вот это всё сделать. Пока здесь туда-сюда. Омск туда-обратно. Эта резина ещё не должна будет уйти. В ноль. Потягачу всё хорошо. Тягач готов. Кормилица готова к бою. Теперь осталось только прицеп. Довести до ума. И можно дальше работать уже спокойно. Тут уже Европа ехать. Пока в Европу тоже с такими колёсами Европы не поедешь. Поэтому надо и здесь решить вопрос. А дальше уже... Поедем дальше по нашим маршрутам. Какие планировали. Какие будут. Так, вот нам нужно на 107-ю. Направо на Климовск. На Белгород. Сейчас заодно проверим, как она у нас по шуму. На следующем повороте поверните налево. А что здесь направо? На следующем повороте поверните налево. Не случилось. Коричники тут стоят. Погнали, потолкаемся маленько. Торапиться некуда. День длинный. Потиху доползем. Так выдавало 60 километров через МКАД. Ну и здесь получится. Километров с 90, наверное. Еще до двойки даже не доехали. Уже толкаемся. Кран вон видите. Бачок висит под автономочку. Все, что когда холодно. Когда здесь... Пусть на установке работает, чтобы нужно было подогреваться. Чтоб тепло было. Красавчик. А, мы стоим. Все, стали колом. И сколько будем стоять, неизвестно. Короче, так посмотрел. Все бордовое, бордовое. До двойки все у нас бордовое впереди. Влипли так, это нормально. Ну, когда не торопишься, так... Фигня. Можно и постоять. Кран не пускал. Да, теперь я понял, почему толкаешься так в двойке. Там у них топор. Кова. Он спадает. Обычное явление. Лезут, не пускают. 107. Посмотрим, сколько у нас времени займет вся эта развлекуха здесь. Строят, строят. Цкат, съезды, выезды. Работа кипит полным ходом. Скорее бы уже, скорее бы полностью все отстроили. Забыть про эту 107-ю, как страшный сон. Это ж сколько вот... Даже страшно придут подумать, какой ценник у всей этой глобальной стройки. Ну, мы так ничего вроде. Тут постоим, постоим, потом поедем. Двигаемся. Да, пробочка скопилась, хорошая. Какую грязюку тут парни месяц, а? Настройки. Обалдеть. По такой грязи ссовываются. Что на самосвальчиках. Да. Ну вот уже. М2 пересекли. Сейчас. В общем-то уже и Львовский не так далеко. Час сюда. В принципе, не все так страшно. Здесь единственное, что получается, этот ряд прямо, а та полоса направо. И все направо летят, та полоса свободна. Потом как бы на Подольск, по-моему. И потом он начинает влазить там перед самым светофорчиком. Здесь светофор, а потом еще и этот. И перекрест. Эй, железка. Переезд сам Львовский. Самосвальчик выгружается. Выгрузится сам. Песочек возят. Да, нормально. Тоже работенка не бей лежащего. Не так стал. Свои хитрости и премудрости есть. По стройкам по этим. Толкаемся дальше. Вон он уже виднеется. Почти два часа. Сюда толкаемся. Стройка, стройка, стройка. Вон тот светофорчик. Поворот на Подольск. И дальше за тем светофором. Вот откуда машин нету. Там наш любимый львовский перемест. Ну, думаю, тут скоро построят уже что-нибудь. Скорее бы здесь. И тогда его разгрузят полностью. Самая засада на 107-й. Это мистер Львовский переезд. Уже время 24-го. Ну, вот нам до него дотолкаться. Дальше мы уже побежим. Там широкая пойдет. Казах на этом перекрестке, видите, вылез. И все, перегородил всю дорогу. Дальше не продвинулись. Дальше переезд стоит. Поторопился коллега. И все. Сейчас тут, смотрите. Зеленый загорается. И смысла никакого. Все равно не едем. Переезд закрыт. Дотолкались наконец-то. Ну, еще до переезда толкаться тут метров. С 400-300, наверное. Да. Если бы торопился куда-нибудь сроки там, поджимали или еще что-нибудь. Была бы, конечно, катастрофа. Сейчас, если бы гайцы будут ехать, то, конечно, наверное, накажут парня. Немного он неправильно сделал. По прямой которым с Подольска им тут тяжко проехать сейчас. Всю полосу перегородил. Вот такой тут геморр на этом участке. Куда он уже денется? Смысл ему уже сигналится. Ну, сигналит бесполезно. Он уже никуда не денется. Еще чуть-чуть продвинулся. Впереди-то продвижек нет. Встречные не идут. И все. Все он. Все он. КОНЕЦ 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 Вот оно исчезло. Стоянка, парковка, возле магазина «Фасоль», горячие обеды, душ, туалет, стирка белья. Два с половиной часа. Два сорок получил отсюда. Помимо того, что он закрывается тут постоянно, он еще убитый в хлам. Сейчас опять закроется. С правой стороны там вижу вдалеке паровоз. Не там дежурите, пацаны. Десять минут пятого. Вырвались. Сейчас надо где-то какой-то магазин найти. Холодильник-то пустой. Полностью его опустошал, когда сюда приехал на сервис. Ничего нету. Ни чай попить за утро с утра, ничего, ни батона, ни масла, ничего. Просто даже мыши и тебе повесились вместе с тараканами. Чего и дядька тут уходит чистить? Это же псы, бля-ки, кто везут без очередь, а? Давай, давай, выходи. Да. Переездик тут, конечно, тоже весьма симпатичный. Ну, сколько отсюда колейка, посмотрим. Люстры надо пропустить. Сейчас засекем. Тоже, думаю, не мелкая собралась. Готовьтесь к белому полу, тут через 800 метров. Сюда ты все меня сворачиваешь. Прямо едем по 107-й. Чумело? Да, ребятки, терпение, терпение. Еще раз терпение. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Перепроложите. Здесь тоже с этой стороны получается. Левая полоса прямо, правая направо. По правой все объезжают. Ну, в общем-то, не так уж и страшно все. Получается, 2 километра где-то. Здорово, что сделал? Да, стучка совет. Да, сделал. Красиво, красиво. Давай, чершавый. По ролике ждем. Удачи, терпение. 999. 800. Кто-то нас тут признал. Удачи, коллега. Покатили мы дальше. Да, 2 километра получилось. Сейчас мы тут после Селятина заедем на заправочку. Тут с левой стороны есть. Дело в том, что еще пока не подтвердили, можно ли там на... Там какие-то склады. Можно ли там на эти склады приезжать или нет? Пустят туда ночевать, не пустят. Вариант ночевки здесь остается только матвеевский с его конскими ценами. А здесь вот АЗС, трасса тут вот она в сторонке. Вон там находится. Сейчас мы туда свернем. И я там видел, что стояночка. Там есть для грузовиков, машинок на 5. Вроде как платная. Написано. Отсюда 29 километров до загрузки. Да иди ты. Так мы здесь. Если что, мы сейчас узнаем. Может быть здесь и останемся тогда, переночуем. Ну, спросить, сколько это АЗС стоит там стоянка. Если есть место, конечно. Там Матвеевский, там тоже грязь, болото. Ехать нам зеленый. Как-то не очень. И с утреца-то дорванем завтра туда. Вот тут Юшково. Просто я тут узнаю эту заправку. Как-то заезжал сюда. И было написано, что стоянка платная. Надо спросить. Может быть мы здесь и останемся ночевать. Здесь заодно и магазин. Спокойно сходим. Тут тихо, спокойно на ней. Я так думаю. В всяком случае тихо. Ну, я думаю, спокойно. Что тут будет неспокойно-то? Проедите 2,8 километра. Как говорится, и удобство здесь есть. Теплые. Сейчас вот тут встанем. О, машинки там стоят. Там еще, я так понимаю, на пару машинок место есть. Пойдем спросим. Если что, мы сейчас здесь тогда и останемся. Уточним у начальства. Туда-сюда. Тогда, возможно, тут и заночуем. И с утра тогда рванем на загрузку. Что-то скинули. Можете перезвонить позже. Могу. Окей. Хотел позвонить, спросить, во сколько завтра приезжать. Вконтактный телефон. Короче, здесь ночуем. Как бы туда можно ехать? А это на этом складе стоять. Здесь вот сейчас я машину поставлю. Пошел спросил. 250 рублей. Асфальтировано. Все. Еще куда-то поедем. 30 километров отсюда остается. 29. Когда звоню и спрошу, во сколько нужно завтра приехать. Ну, к скольке? К 8, к 9, к 9. К 11. Сейчас паркуемся, да еще. Пойдем спокойненько. В Сильпо прогуляемся. Тут тишина. Сейчас вот в самый уголок сюда забьемся. Чтобы нас никто не беспокоил. И утром поедем. 250. Ну, дорого. Ну, как бы. Регион-то московский, поэтому что тут. На этот поедем. Как его. На Матвеевске. Там дороже будет. Даже за столько времени отстоять. А здесь тихо, спокойно. Без проблем переночуем. И гудеть никто не будет. И жужжать тут никто не должен. Меня только та сторона интересует. Там и ни во что не упрете. Колесом только задним, наверное. Ага, все, уперлись. Ну, и все. Перепещать точки. Страна завершения. Россия. Все. Сегодня наш рабочий день. Закончен. Пойдем сейчас спросим, где блин. Ну, погуглим. Тут ближайшая пятерочка. Тут вроде бы недалеко. Пойдем сходим в холодильник. Затарим. Пять часов. Будем. Будем стоять. Пойдем. Пойдем. Продолжение следует...